приветствую всех любителей шахмат сегодня у нас очень острый вариант королевского гамбита е4 и 5 f4 черные принимают вызов забирают гамбитную пешку все это по теории g5 пешка идет вперед главная идея черных отбросить коня белых следу в ход слон c4 а на g4 белые не обращают внимания не отводят коня не назад не вперед а играют 0-0 черные опять же забирают коня принимают вызов ферзь f3 ферзь f6 ну прикрывая пешку на f4 теперь в случае взятия размен ферзей конечно черным это на руку но следует ход е5 опять же книжный вариант ферзь бьет е5 и вот здесь слон f7 и вторая жертва компьютеру уже не нравится говорит что у черных перевес действительно по материалу перевес но дело в том что король черных везде попадает под удары и белыми играть все-таки немного попроще атаковать d4 напали ферзь d4 видимо существенная неточность лучше отступить ферзем допустим на f5 после хода ферзь d4 слон е3 пользуясь тем что пешкой брать слона нельзя все-таки пешка связана ну и ферзем забирать нельзя ферзь е3 остались без ферзя потому что забрать нельзя пешка связана ферзь f6 отступаем конь c3 белый продолжает развивать фигуры но и главная их идея в том что король рано или поздно попадет под атаку опять же забрать плохо последует ферзь h5 потом заберем ферзя поэтому к слон неуязвим конь е7 слоны в 4 забрали следует ход король g8 хочется конечно спрятать короля но непонятно куда встречались партии король е8 она король g8 белые нападают конь d5 размен размен оказывается что у черного короля достаточно мало полей ферзь е6 на размен конечно белые никаких разменов даже и не мыслят играют ферзь d3 коня 6 фигуру на край доски это конечно плохо но хотели с темпом напасть на белого ферзя ладья е1 конь c5 казалось бы контратака но точный ход ферзь g3 и у белых уже выиграна ферзь g6 очень красивая игра сейчас начинается слона 6 конечно забрать теперь ферзя не успеваем из-за мата вот такая вот везде идея белых это поставить мат слона забрать слоном тоже к сожалению для черных не проходило просто ладья е8 нужно закрываться слоном либо играть король g7 на король g7 ферзь е5 ну и на ферзь е6 просто мат поэтому закрываться нужно закрылись тут можно сыграть допустим ладья е8 ферзь g7 ну и здесь начинаем матовать короля выгоняем на поле а6 на даем шаг с h3 либо с h4 ферзь h4 ферзь h3 без разницы принципе на ферзь h5 продолжаем играть на победу даем еще один шаг на f6 на король g7 можно забрать ферзя ну и так далее мат в несколько ходов но это все сухо и неинтересно нас ждет намного интереснее игра так после хода слона 6 черные ходом кони 6 прикрывают своего слона на поле f8 но следует очень красивый удар ладья бьет f8 кони f8 белые как ничем не бывало жертвует фигуру за фигурой играют еще и ладья f1 опять создавая угрозу взятия коня с матом следует кони 6 играем ферзь f3 главная идея что слон теперь все-таки не под боем потому что последует ферзь f7 шах и мат ну и опять же нет времени на развивающие какие-то ходы дело в том что последует конечно ферзь f8 кони f8 ладья f8 вот такая главная идея ну и приходится черным делать фактически единственный ход чтобы не получить мат сразу нужно было вообще ферзь g7 сыграть они сыграли ферзь e8 казалось бы все поля прикрыли поля f7 и поля f8 но ферзь g4 теперь нужно либо конем либо ферзем закрываться закрылись и вот здесь последовал еще один комбинационный удар который уже заканчивает партию очень красиво ферзь бьет e6 два восклицательных знака главная идея мы уничтожили все-таки защитника поля f8 и теперь неважно чем этого ферзя забрать последует конечно ладья f8 шах и мат заехали и дали мат вот так вот белые пожертвовали все свои фигуры но последними двумя слоном и ладьей все-таки добрались до черного короля и как говорится мат старше друзья играйте королевский гамбит это весело и интересно всегда желаю всем красивых ярких побед если нравится обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте лайк всем добра и хорошего настроения